Были стимулирующие, стали специальные и социальные. Изменили не только название, но и порядок ежемесячных выплат медработникам, которые контактируют с больными коронавирусом. Теперь это не фиксированная сумма за месяц, а выплаты посменно. Как объяснили в Минздраве, в какие дни специалист работал с ковид-положительным, за такие и получит выплаты. Они полностью зависят от того объема работы, который в течение месяца отработает медицинский работник. Нет никаких ограничений. При трудоустройстве на 1,2 ставки уже сопоставимые цифры получаются, даже прирост начинается. Я говорю, что на ставку у нас практически никто не работает. Это связано с дефицитом кадров. Врачам стационаров за одну смену полагается 3880 рублей. Среднему и младшему медперсоналу стационаров – 2430 и 1215 соответственно. В амбулаторных условиях врач получит 2430 рублей за нормативную смену, средний медперсонал – 1215, медперсонал – 600 рублей. Предусмотрены такие выплаты и для сотрудников патологоанатомических бюро. Каждая медицинская организация в отношении каждого работника осуществляет учет рабочего времени. Соответственно, в том числе рабочего времени, когда работник непосредственно участвовал в оказании помощи больным с ковидом. На основе такого учета медорганизация определит количество нормосмен для каждого сотрудника, а потом передаст данные в фонд социального страхования. Это 223 медорганизации края, среди которых есть и государственные, и частные. По словам представителя Алтайского профсоюза, работников здравоохранения, врачи и медперсонал восприняли изменения системы выплат неоднозначно. Разделились, вот знаете, точно 50 на 50. Половина говорит, а это правильно, это справедливо. Раньше он зашел в госпиталь на два дня в конце месяца, а 80 тысяч получил. А я работал 4 недели по 2, практически, чего скрывать, по 2,5 ставки, и я тоже получил только 80 тысяч. А сейчас я получу по факту отработанного времени. Изначально предполагалось, что специальная социальная выплата будет фиксированной для всей страны. Но после правительство для 25 регионов сумму увеличило. А, например, Алтайскому краю выплату не индексировали. Краевой профсоюз медработников в числе еще 16 региональных профсоюзов подал письмо в правительство России и теперь ждет ответа. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.